Итак, сейчас мы с вами разберем еще один очень интересный плагин, который заметно ускоряет верстку сайта в том же самом html. Так, давайте мы вот это все дело уберем. Так, убирайте, не бойтесь. И теперь опять-таки идем, так давайте сначала сохраним, обновимся в браузере, видим ничего у нас уже здесь нет. И теперь, что мы делаем? Идем в Preferences, выбираем Package Control и здесь выбираем Install Package и вводим название плагина под названием, как же там, Emmet по-моему, да, вот этот плагин. Выбираем его, так, он у нас загружается, видим отлично установился и теперь, что этот плагин дает? Ну, для начала давайте мы поставим здесь восклицательные знаки, нажмем клавишу Tab. Так, что-то не работает. Tab, во, пошло, что-то у меня глюкануло. Итак, видим, то есть у нас здесь сразу прописалось, причем здесь DuckType html, MetaCharge тут F8. Давайте сразу введем линк и обратите внимание, как я его ввожу. Просто нажимаем, вводим линк и нажимаем Tab. И, видим, опять все у нас уже готово. Осталось только ввести имя файла. Stile.css. Отлично. Давайте тут тестовая страница введем. И вот этот плагин, он заметно, ну, он позволяет заметно ускорять написание html кода, особенно если у вас много там какого-то одинакового кода. Ну, давайте для примера. Здесь наберем, ну, что-то мы тут наберем. Сначала самое простое. Ну, что мы введем. И mg давайте введем. Здесь в квадратных кавычках указываем сразу путь картинки. CopyPath. Идем сюда назад. Index.html. Равняется. Вставляем этот путь. Убираем только этот слэш. И нажимаем Tab. И видим, у нас сразу вставляется картинка. Ну, давайте тут пропишем лого просто. Так, сохраняемся. Идем сюда. Обновляемся. Видим, появилось наше лого. Отлично. Теперь, ну, что еще? Точно таким же макаром можно ввести заголовок. Давайте мы введем заголовок. Здесь сразу укажем название. Так. Обычный заголовок. Ну, обычно еще с заголовком. Что идет? Пару страниц. Ой, пару абзацев. Давайте мы введем абзацы. Укажем, что их должно быть 2. Умножаем на 2. И уже не в таких кавычках, а вот в таких. Введем рандомный текст рыбу. Например, lorem27. Так. Жмем Tab. И видим. Вот у нас получился заголовок. И вот у нас два абзаца. Давайте мы сохранимся. И обновим страницу. Видите? Вот такая штука у нас получается. И то же самое можно сделать еще, допустим, с теми же самыми списками. Давайте тоже посмотрим. Итак, p. Введем здесь простой список. Затем, что мы добавляем рядышком еще один элемент. Это сам список ul. Допустим, давайте ему класс. Можно дозадать сразу же какой-то класс список. И потом сразу же в нем, в этом списке, идут теги ли. Допустим, с классом, ну каким, ok. От балды совершенно все беру. И таких ли должно быть, допустим, 7 штук. Значит, умножаем на 7. И в каждом вот этом списке, пунктике, должна быть ссылочка. Опять ставим угловую кавычку. Ставим ссылка. Указываем, что она должна вести href равняется решетка. И здесь давайте в кавычках, в скобочках, точнее, укажем, ну, рандомное название lorem2. То есть по два слова будут в каждой рыбе. Итак, вот такой коротенький список. Жмем tab и видим, что в итоге мы получаем. Так, это rls. Обновляемся. Так, и видим, вот такая штука. Обратите внимание, что мы вот за этот короткий период, две минуты, сделали текста больше, чем за все остальное время. То есть это не надо нам было писать вручную. Все это при помощи именно плагина Emmet. И причем он может работать не только с HTML, но и с теми же самыми стилями. В общем, смотрите, вот я вам дам ссылочку на страничку. И здесь вы можете посмотреть, какие возможности вам дает плагин Emmet для верстки. Видите, да? То есть супер много всяких интересных штуковин в нем. Используйте его и будет вам счастье.